Здравствуйте, друзья! Снова вещает Москва, а точнее физика. Сегодня будем разбирать все уравнения равноускоренного движения и попытаемся понять, как из главного уравнения получить следующее. То есть это уравнение скорости и ускорение. Значит, начинаем. Координата я уже записывал и вводил ее. У нас равняется вот такому выражению. Теперь вопрос, как из координаты нам получить скорость? Часто в задачах по физике дано просто уравнение материальной точки. Вот она движется согласно какому-то уравнению. Нужно найти скорость, нужно найти ускорение, построить графики и так далее. Как отсюда найти уравнение скорости? На самом деле ничего сложного, потому что скорость по определению это у нас производная от х по времени. А производная от данного уравнения будет 0 плюс v нулевое плюс 2а т делить на 2. Значит, все манипуляции сделали. У нас стоит v нулевое плюс а т. Это уравнение мы тоже с вами видели. Ничего сложного. То есть у нас скорость это просто производная от координаты по времени. Что такое производная? Производная это то значение вообще производной физической. Это как быстро меняется одна единица по отношению к другой. То есть в данном случае как быстро меняется х во времени. То есть быстро или медленно. А выражение самой производной от х, вот оно у нас такое. Дальше как отсюда получить ускорение? Ускорение в свою очередь это производная скорости по времени. То есть мы теперь берем выражение скорости и производим над ним манипуляции для того, чтобы сделать производную. Там получается просто 0 плюс а. То есть просто а. Что и следовало ожидать, потому что у нас ускорение во времени не меняется. Это константа. Здесь прямо так запишем, что это константа. Вот. Значит, что мы получили? Вот мы получили ухо. Координату. Значит, уравнение координаты. Дальше у нас есть уравнение скорости. Скорости. И последнее у нас есть уравнение ускорения. Ну, там вообще элементарно все. Это просто число. То есть прямая константа. Теперь, что делать в случае, если вы не знакомы с производными? Ну, не проходили еще по математике и хотите каким-то образом все равно вывести скорость из координат и ускорение из координат или из скорости. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать вот такое хитрое действие. Возьмем каждую из этих переменных, обозначим своей константой. Например, c1. Вот это мы обозначим c2. А вот ускорение, деленное на 2, обозначим c3. И запишем, что у нас получается. Значит, если... Вот зелененькие мы здесь... Все запишем. Значит, если c1 это х нулевое, c2 это v нулевое и c3 это а деленное на 2. Что у нас получается? У нас получается, что х равен... Значит, вместо х нулевого ставим c1 плюс v нулевое это c2 умноженное на t плюс c3 умноженное на t квадрат. Видим, здесь три константы и время в первой степени и во второй степени. То есть, это уравнение координата. Вот, допустим, оно у вас дано. И вы можете каждый коэффициент перед t или просто свободный член записать в виде констант. Дальше. Значит, скорость у нас получится, что v нулевое плюс at. v нулевое это у нас c2. c2 плюс a. У нас чему равняется? 2 c3 и на t. Вот, то есть, откуда 2 c3 получилось? У нас уравнение скорости. Где оно? Вот оно у нас здесь. Уравнение скорости. Вот оно. Вот это уравнение скорости. Вот, то есть, у нас v нулевое это c2. Вот мы обозначили наверху красным введено это c2. А а у нас это 2 c3 и t. Все. И последнее это ускорение. Ускорение у нас чему равняется? Ускорение у нас вот, опять же, мы здесь обвели, что а деленное на 2 это c3. То есть, отсюда, если выразить c3, не c3, а именно ускорение а, то это будет 2 c3. 2 c3. Вот, то есть, если вы не знаете производных, вы можете просто воспользоваться вот таким хитрым ходом, где обозначить каждый коэффициент перед t или свободный член в виде вот этих констанций c1, c2, c3 и потом просто согласно вот этим формулам, которые я здесь расписал вам, записать все уравнение скорости и ускорения. Вот, вот это 3 главных уравнения равноускоренного движения, по которым вы можете сказать все о материальной точке. Вы можете сказать координату, где она находится в определенный период времени или в определенную, в определенный момент. Вы можете сказать скорость, как меняется во времени этой же материальной точки. И также можете сказать, с каким ускорением движется данная точка. Все, с помощью этих уравнений можно решать практически все задачи по кинематике, средней и даже задачи вузов. И это мы в дальнейшем как раз таки с вами будем делать, будем воспользоваться вот этими формулами. Спасибо за внимание.